Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Ну что-с, пройдемся по вашим комментариям и упоминаниям. А заодно посмотрим письма, если хватит. Комментарий такой. Волевая энергия. Вот оно чего! Это главный секрет. А я пишу, не волевая, а божественная. Чуйте разницу. Здесь, ну, для кого-то это вот так звучит, как чушь такая, знаете, какая-то. А кто-то это использует, использует и вытянет себя из практически безнадежного состояния. Ну, а все остальные, ну, а все остальные. Ну, голову свою, как бы сказать, прикладывайте. Вот, опять-таки, Сытин, Георгий Сытин. С помощью чего он себя вытянул? Привлекая вот эту вот энергию божественную с помощью образно-волевого настроя. Он работал с тончайшими энергиями, жизнедающими. Так, сегодня 17-й день выхода, наверное, с голоданием. Сплю, как младенец, особенно днем. Ну, да, когда человек собрался и, знаете, вот продержался на голоде, то есть он сконцентрировал вот свою, так сказать, волю, он, знаете, вот пух, кремнем был. Когда человек выходит, вот обычно вот этот расслабляется. Теперь не надо, значит, вот следить за этим процессом голодания. Ну, и он просто-напросто отдыхает. То есть такой феномен есть. Хотя и на голоде расслабляйся, но тем не менее бывают моменты, особенно туда дальше, когда голодает человек, что начинаются проблемы со сном, вот. А на выходе, значит, вот как бы сказать, вот это вот идет какая-то разрядка. Голодать не надо, вот это вот спадает, вот это вот какое-то интересно такое возбуждение, которое поддерживает вот этот голод. С одной стороны, там интересная процесса. Человек расслабляется, начинает спать. То есть именно сном, сном, я говорил, кто меня слушает. Сном человек восполняет ту волевую энергию психическую, которую он потратил, которая заставляет его поддерживать себя на голоде. Чувствуете разницу? А потом только раз. То есть что человек восполняет? Важно понимать. Вот такой комментарий. Благодарю за видео. Сегодня подумала, может гимнастикой заняться гравитационной? Мы тоже живем в бараках. А, мы-то живем в бараках. Воду почти каждый день носим на руках. Это, видимо, к гимнастике не относится. Куда, увы, это гимнастики не относятся. Я ответил вот так вот. Не знаю, в связи с чем такая ситуация сложилась. Одно дело, вот сейчас какие-то такие нехорошие действия идут во всем мире. А другое дело, если человек вот как-то там жил и, ну будем говорить, да живу я и живу, в бараках так в бараках. Я ответил так. Ничего страшного. И я жив в бараке. Потом понял, не хочу я так. Начал работать над собой. А теперь у меня есть свой спортзальчик, который я сделал своими руками. То есть я не смирился с тем, что я живу вот в таких-то условиях. Мне хотелось, чтобы моя жена ходила в теплом туалете, чтобы был газ, была вода. Ничего этого не было. Канализация. Все это сделал своими руками. Рыл канализацию, устанавливал в ванну там, городил стенки. Ну а потом, потом провел газ, провел воду, сделал выгребную яму. И теперь я в конце концов даже тренажер для себя этот приобрел и занимаюсь. Потому что я понял, насколько это важная для здоровья, вообще для развития вещь. Здравствуйте, Петрович. Скажите, пожалуйста, можно ли голодом избавиться от миолумы или хотя бы остановить ее рост? Миолума 5 сантиметров, 45 лет. Вот на этот вопрос, он такой, знаете, как бы сказать, будто мы все с вами стандартные. Ну мы с вами стандартные. И, грубо говоря, только, знаете, как задание дать. Кстати, вот в чем большой этот самый прокол современной медицины, она вот все пытается стандартизировать. И в том числе человека. Ага, стандарт, вот допустим, там миома, значит, при миоме мы применяем то, и всем это подойдет. Позвольте, позвольте. Мы все разные, мы все по-разному это все нажили себе, все эти болячки. У нас разный потенциал жизненной силы, у нас все разное. У нас разная там, грубо говоря, работа ума, физиологии и прочее, прочее. Все разное. И отсюда получается, у кого-то появилась миома. Да он только раз и в два раза щелкнул этим голодом. А другой человек, он никак не соберется на, не настроит свой организм на нужное исцеление. Поэтому такие люди, у них ничего не получается. У таких людей ничего не получается, потому что они не могут настроиться соответствующим образом на это дело. Какие-то там у них свои, там миома это, допустим, там она, мы только, вот миома, концовка, я все говорю. Вот вы мне говорите концовку, принесли плод. А как вы его нажили? То ли у вас запоры были, то у вас было эмоциональное потрясение, то ли еще что у вас было. И в некоторых случаях, если попадает человек, это уходит. А если он не попадает там, вот такие-то дела. Далее. Здравствуйте, Геннадий. Скажите, пожалуйста, я открыл баночку с помидорами, консервированные, начал кушать. При открытии крышки она не была вздута, содержимое баночки вкусно пахло. Ну вот, глянул на внутреннюю сторону крышечки и обнаружил черное пятно. Плесень, да? Это, скорее всего, плесень. Но заметил я эту плесень на внутренней поверхности крышки не сразу, а после того, как скушал уже пару помидоров. И она плесень. Поела даже пластиковую мембрану внутренней крышки. Ого, хорошая плесень. Сижу и думаю, во, блин, вдруг я съел немного этой плесени, уровень везения у меня ноль. Что же делать? Кстати, знаете, а вот эта вся плесень, вот вы съели там помидор, она должна пройти через вот желудочный барьер, в котором соляная кислота. И, как правило, там все разрушается. Я бы особо не стал переживать насчет вот этого. Что там, плесень съели или еще? Плесень, она, знаете, еще что? Вот когда продукт, ну, грубо говоря, вот мертвый, то вот эта плесень там появляется и все. А когда вот, ну, грубо говоря, вот все там говорят иммунитет, что-то там делает, какие-то там тела и так далее, и так далее. Главное это то, что мы окружены, естественно, внутри у нас есть свое, так называемое, биополе. Для некоторых, ух ты, уже по биополе рассказывали. То есть у нас есть внутренняя энергетика, которая пережигает разного рода вот эту плесень и прочие микробы, и которая является основной. То есть пока жив человек, у него работает вот этот вот, будем говорить, подавляющий фактор. И именно жизнь является самой мощной иммунной защитой. Как только человек умер, вот казалось, ну и что он умер, что он чистенький, он хорошенький. Сразу же начинается разложение. Мотайте себя на усик. Поэтому я бы не стал особо даже заморачиваться, но съел да и съел так. Я взял 40 капель настойки прополиса, наполовину стакана воды, потихоньку пью, сижу. Ну, можно это. И думаю, еще гвоздики разжевать, пару бутонов проглотить, ведь еще есть гвоздика, там нет и плесени. О чем я вам и рекомендую. То есть профилактика и укрепление пищеварительной системы заключается, ну, как бы сказать, в том, так маленький, так сказать, штришочек, маленький нюансик, который способствует этому. Это то, что вы во время еды проглатываете одну палочку, гвоздики, не надо ее жевать, потому что если будете жевать, она начнет у вас в желудке действовать. И тмина. 5-10 семян тмина. Не жуя, тоже-то они прошли, и там начинают кишечники действовать. Если вы их разжуете, вот эти все агрессивные начинки гвоздики и тмина будут действовать на желудок, и... Ну, это вы сразу почувствуете разницу. Так. Один мужчина на ютубе проводил эксперимент. Он создал благоприятную среду для разрастания плесени в хлебе, и он в баночку, где был кусок хлеба, поместил бутонные воздики, обнаружил, что там не растет плесень вообще, даже при хороших для нее условиях. Ну вот. Вот в чем что нам надо. А мы вот эти условия должны создать у себя внутри, чтобы там ничего не росло. И плюс еще листово потравить заодно там. Вот, наверное, поэтому в консервы необходимо добавлять немного гвоздики. Ну, добавляйте немного гвоздики и так далее. Я думаю, там и так было нормально добавлено. Но, как говорится, что-то пошло не так. Следующий вопрос. Скажите, можно ли пить стандартную стандартную тварчатку Иволар после еды? Кстати, фирма Иволар у меня очень много взяла в свое время. Очень много. И теперь еще, знаете, это слегка, как бы сказать, вы чистите печень народными средствами, а вот смотрите, а весол, это вот бережное очищение печени, это разные вещи. А весол и очищение печени совершенно разные. Не надо путать. Хоть у вас там, знаете, такие ребятки ушлые сидят и понимают, что у кого можно свистнуть, и в том числе у меня, естественно, да? Но это разные вещи. Это что касается очистки печени. Так. В инструкции написано до еды, за 30 минут, а можно после? Да, можно и после. Можно и после. Но дело в том, чтобы вы понимали, любое лекарственное средство, вот оно имеет наибольшую силу тогда, когда она принимается само по себе. Поэтому ее рекомендуют. Вот раз, приняли, и она там пошла. Когда вы принимаете после еды, тем самым, вот эти все это, идет пищеварение, и выделены желудочно-кишечные соки там, и все это разбавляется, вся эта тройчатка разбавляется вот этой массе. То есть она не даст того концентрированного удара по паразитам, которое сделает вот так вот отдельный прием. Раз, выпили, оно пошло, и там уже на кого нападет. Надо это понимать. Видите, как я это самое разъясняю вам такие нюансики. Нюансики, о которых никто вам ничего там не скажет. И вот как раз на эту тему, о чем я рассказывал, замечательный, даже красивый ролик, это «Женский клуб. Главный секрет исцеления». Дорогой Геннадий Петрович, просто масса тонких моментов исцеления и здравосозидания. Огромное спасибо. Бог вам помощь. Видите, человек из того, что я говорил, выудил ту жизненно важную информацию. Для остальных это прозвучало так. И все. И пролетело. И пролетело. Не останавливаясь. А кто с этим работает, Опять я сошлюсь на Сытина, Георгия. Каких, можно сказать, результатов как в оздоровлении, так и в судьбе добился этот человек. А энергетика какая у него мощная была. Я столкнулся с его энергетикой. Я как-то рассказывал, как это произошло. Вот такие-то вещи. Так, узнать лицо болезни. Пишет, как интересно, завтра же утром сделаю. Благодарю, ну делайте. Так, глютены, они же клейковина пшеницы. Петрович, посоветуйте, какие злаковые можно употреблять в виде хлеба на закваске, либо на соде. Или они все с клейковиной. Ну естественно, там содержится какая-то, грубо говоря, какой-то процент клейковины. Клейковина, мы уже говорили, это белок, который содержится в пшенице, в хлебе, во всех этих. Где-то его больше, где-то его меньше. Где-то мы хорошо все это с вами перевариваем, где-то меньше. Поэтому и закваска, и сода, они особо на клейковину не повлияют. Важно понимать действительно, что на чем. Как бы сказать, ну повлияет, допустим, сорт. Где больше клейковины, где меньше клейковины. Ну а вообще-то, 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 особо не заморачивайтесь. Я так и написал. Если нет у вас проблем с пищеварением, то кушайте и не думайте о том. Вы следите за тем, чтобы у вас все прекрасно переварилось. Нету ни вздутия там никакого в животе, ни бурления, ни пеноса нету. Знаете, все стул оформлено, и все хорошо. Все, значит, нормально. Проблемы возникают тогда, когда человек начинает переедать. Начинает смешивать то, что не смешивается. То, что, вернее, наш организм не может переварить. Питаться раньше, чем пища предыдущая была переварена и усвоена. Вот отсюда идут проблемы. Почему? Как только человек. Вот я рассказываю нюансики, которые очень многим помогут. Слушайте их внимательно. Пока вот Светоч народной медицины и здорового образа жизни с вами сбился. Вот Светоч и все. Сразу голову ударила я. Светоч. Хо-хо-хо-хо. Так вот следите за пищеварением. И в первую очередь, почему малое, дробное питание творит чудеса. То есть съел один продукт человек, а чувствуется, захотелось кушать, у него там что-то такое, все это самое. Он только раз, другой продуктик. Особенно, когда там слабый желудок. Знаете, вот эти слабые желудки, вот эти вот, это пищеварение слабое, прочее, прочее. Нету такого понятия, чтобы оно было слабым. Оно ослабляется из-за нашего глупого образа жизни, из-за нашей жадности, когда мы тут едим, 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 едим. А потом уже не можем это переварить. То есть надо уважать особенности нашей пищеварительной системы. И поэтому ее возрождают так. Жидкости до еды. И немножко. И жидкость должна быть теплая, чай, допустим, раз. Методочек через пять, буквально через десять, вы начинаете там кушать. Тушеные овощи, грубо говоря, там кусочек мяса там съели отварного. Подождали. Когда у вас все это усвоится. Усвоилось, почувствовали голодочек. А потом, допустим, чашечку там компотика выпили. Теплого, опять тепленького. Или кисельчика. Ну, лучше теплого компотика, да? И опять тушеные овощи и каша. Или отварной картофель. И так вот чередуете. Да, допустим, там, а на вечер вы, допустим, стаканчик кефира. И после творожок съели. На следующий день вы, допустим, тушеные овощи, ну, в зависимости от сезона года. Либо свежий салатик и, допустим, яиченьку. Или там отварные яйца. Захотели кушать, опять. Значит, тушеные овощи в этим самом, в теплом виде. А перед этим там выпили, грубо говоря, там, ну, отвар шиповничка, стаканчик-то. Он сразу проскочит. Значит, тушеные овощи и, допустим, там, ну, что там, на ум там приходит. Опять-таки, там, кашу можно иметь гречневую, пшеную, там, ну, какая есть. Вот, либо-либо там картофель, там, отварную мяточку там сделать, покушать, понимаете. Вот. Дальше вы, там, допустим, можете салатик, знаете, вот эти салатики делают такие интересные. Дальше, грубо говоря, греческий салат и с сырком, с сырком побаловались я, сырка. Но все это должно съедаться и после чувствуется чувство голода. Вот тогда нормально. И плюс еще с утра вы одну гвоздичку и 5-10 семян тмина. Опа. И все нормально. И смотрите, стул оформлен. Газов нету. Все хорошо. Все нормально. Не поправляетесь. Полный сил. Вот это уже то, что надо. Вот. Итак, эти проблемы с пищеварением уходят. Ну, вы еще можете посмотреть мою книгу по питанию. Дыхание и счастье. Спасибо, очень интересно. Будем практиковать. Добро здоровиться. Да неинтересно. Знаете, вот пишут, вот интересно и так далее. Жизненно важные вещи. Вообще-то я вам рассказываю. Человек напичкан. Вот этими всеми пережитыми эмоциональными потрясениями шлаг эмоциональный остается. Вы как только начнете дышать, у вас вот такие вот руки закручатся. Ну, какая вот рожа станет. Это говорит о том, настолько мощное у вас скрытое напряжение. Там дальше еще в ногах, еще где-то там в туловище. От чего может подниматься давление артериальное вообще? А об этом никто не говорит. Об этом просто они даже в эту сторону и не смотрят, и не знают, что такое может быть. А тогда и расслабление. И тогда вот это икру тут идет во все, значит, пальчики. Они не спазмированы. И вы лучше спите и так далее, и так далее. Это жизненно важные вещи я рассказываю. А тогда очень интересно. Я лично применяю не то, что интересно, не то, что там модно. Вот эта мода пошла на сухой голод или еще там на что-то, или еще что-то. Я использую то, что жизненно важно, то, что дает вклад в мое здоровье, в мою судьбу, в решение там проблем, и пойдем меня на все более и более высокие уровни бытия. Ну, шо это такое? Ладно, будем заканчивать. Так, дорогой Геннадий Петрович, всегда слушаю и смотрю ваши видосы. Есть ваш четырехтомник. Всегда есть что-то полезное подчеркнуть. Все нравится. И ваш говор, вы мой земляк, и подача материала, и песни. Да, действительно, возможно, где-то, я говорю, коряво. Возможно, как говорят, косноязычен и так далее. Не скрою, есть такое. Но что касается подачи материала, чтоб он вошел, дошел до вас. Вот эта важность, вы поняли. Вот это другое дело. Ну, а песни, ваши стихи, это когда все отработано, я уж тут. До сих пор напеваю вашу новогоднюю песенку. Вы напевайте мои песенки, которые не просто, вы знаете, это какие-то песенки или еще что-то, а это своего рода настрои на более высокий эмоционально-энергетический уровень. Вот я постоянно использую. А ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет, как хорошо. А вниз сейчас живется, и душа отчасти оликует и поет, и душа отчасти оликует и поет. Ой, аж мурашки побежали, как это взбодрило. Вы же ходите, и знаете, постоянно, грубо говоря, в каких-то мыслях, в каких-то там заботах, в каком-то подавленном состоянии. Как разорвать вот это, вот этот кокон, в котором нас окружили, и только, знаете, вот надо тут выживать, надо что-то делать. Да вот, я вам показываю, вот я вам показываю. А вот это утверждение, когда я ходил там, там сила, радость, там красота, еще там что-то такое, говорил, это что же вот такие вещи? Посмотрите, я уже тут немножечко не помню. Они у меня рождаются сами, из-за того, что ты вот пошел, глянул, вот она, вот она жизнь идет, и ты только раз, пошел вот в эти слои жизни, ты пошел, знаете, не в какую-то, грубо говоря, там это самое, к лаку, эмоциональную, а наоборот, ты пошел. Все, что в небо влекает, и с Творцом соединяет. Ну, смотрите, какие стихи. Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет, а у каждого грехов вот так. Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова, про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо влекает, и с Творцом соединяет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже сразу мы соединяемся с жизнедателями, соединяемся с положительными, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй. И используйте. Недаром Георгий Исытин, Георгий Исытин, он вот эти вот настрои создал. Образно-волевые. Вот это все. Тут и образ, и волевое, и слово работает. А слова какие отобраны? Возвышаю еще. Так. Где тут я остановился? Хочу рассказать в пользу урины. В 1988 году у меня родилась доченька. Принесли ее из роддома, и наутро закисли глазки. Да так, что она их не смогла открывать, пока не промоет. Ну, вот видите, инфекция только раз. Глаза, они постоянно открыты для внешней среды, а тут все что угодно. Да? Вызвала врача, тогда врачи были еще адекватные, назначили капельки промывать фороцелином. Не проходит. Ну, я тоже это использовал, у меня иногда закисали глаза в те далекие времена. Ну, не так работает, как бы хотелось. Вот есть бактерии, которым этот фороцелин, будем так говорить, так. Он, ничего. Доктор через пять дней пришел и говорит, что нужно в стационар. Ребенок новорожденный. Они расценили это как сепсис. То есть, инфекция вошла через глаза, и если туда дальше, естественно, захватывает весь организм, и будет сепсис. Где-то тут они, как бы сказать, ну, перестраховались, скажем так. Так, но упросила я еще подождать. Маме на работе женщина посоветовала каждый раз, когда меняю подгузник, протирать им глазки. Но я сомневалась. Еще тогда не знала о ваших трудах. Начала делать, и через два дня все прошло. Потому что урина как раз содержит вещества, она сама по себе вода насыщена энергией организма, который вот воздействует на вот эти вот грубо говоря, гонеродные инфекции. Не на все на инфекции воздействуют. Это важно понимать. В некоторых случаях только опа и в точку, знаете, вот сразу, вот как в данном случае. А в других случаях вот как фороцелин там, льешь, мажешь, а толку нету. Ну, не работает она тут. Надо что-то там другое. А вот тут сто процентов. Но конечная врачу не рассказывала. Еще за дуру почитает. Посчитает. Еще несколько раз лечила ее уриной конъюнктивит. Очень быстро и успешно. Ну, вот если, знаете, вот это вот какая-то инфекция такая, наверное, стрептокок или еще там, ну, нейронная инфекция, ее урина довольно так быстро. Она подсушивает. Она, будем говорить, действует своими собственными жаннозодами. То есть, применяя урину, мы с вами используем такое гомеопатическое средство, в котором, знаете, все вот эти вот там собранные вот такие вещества, которые вот в гомеопатии используют там. Тем более, это создано нашим организмом. И в некоторых случаях она работает такая бац-бац и в точку. А в других случаях я говорю вот. Еще сосед, водитель городского автобуса, заболел урвы. Как осложнение отит с проводением барабанной перепутки. Кстати, вот тут как урвы и осложнение отита можно закапывать урину пять капель. пим-пим-пим. Можно закапывать что там этот самый там перекис водорода. И вот даже посмотреть, а что лучше работать. Можно там еще кое-что там закапывать. Но в любом случае у парина если урина, хо! Вот это отит она сразу скручит вот так, понимаете, вот так вот скручит и все. Так. Оглох на одно ухо. На комиссии доктор сказал, что к работе глухого не допустит и нужно пластику делать и не факт, что она поможет. Ну вот, вот понимаете, вот грубо говоря не хотят понимать простого, что тут имеется вот здесь вот простое, что эффективнее всех. Надо пластику сделать и не факт, что она поможет. Потому что все там разрежут, раз там есть инфекция, что-то там сделали. она как гноилась, она на этой раневой поверхности, она еще больше будет гноиться. Поэтому он уже знает и не факт, что это поможет. А что мужчине делать? А да, а что вот ему делать? Он работал водителем всю жизнь. Тоже по совету какой-то пожилой родственниче начал капать в ухо уринку. я представляю, что бы ему сказали врачи. А что они сказали, грубо говоря, это ваше здоровье. Вот когда человек находится при смерти, там у него, допустим, рак головного мозга и так далее, и так далее, его лечили, у него вот такая вот голова распухла от этого лечения. А эффект ноль. И если бы он применил, ну, грубо говоря, допустим, урину, это все выздоровел, какими он глазами посмотрел бы на этих людей, которые вот так, вот так его сделали, понимаете, вот. Ой, не хочу говорить. Ой, не хочу говорить. Ох, как я возбудился. Молча капал и никому не рассказал. Правильно. Через неделю восстановился слух. Дело в том, что в урине содержатся все вещества, которые еще, помимо того, что подавляют, инфекцию, способствуют восстановлению разрушенного. Форштейн, читайте мою книгу. Лучших книг я не встречал, потому что я работал с этой литературой со всей. И на основании этой литературы, своего опыта, я написал свою литературу. Врач сказал, что маленький рубец остался на перегородке. Все. Затянуло. А через год опять проходил правосмотр и ничего не было. Барабанная перепонка восстановилась полностью. Извините за писатину, но подумала, что тут люди адекватные, может кому-то пригодиться. Мира и света всем. Отлично. Ну, на этом немножечко, как бы сказать, закончим. Сейчас приступим к письмам. Кто тут что-то написал. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком.